Привет, друзья! И добро пожаловать в шестой день нашего эксперимента «Сколько же можно заработать за один месяц в Польше?» За сегодняшний день я заработал вот столько, я вечером посчитаю. И как у меня получилось это сделать, с какими интересными ситуациями я сталкивался, смотрите в этом видео. Мне уже начали писать в комментарии, что ведь ты неправильно пишешь, потому что не высчитываешь сумму на бензин. Сколько ты потратил и так дальше. Я эту сумму буду высчитывать в конце недели, потому что с нее надо еще высчитать, сколько забирает на себя партнер. Завтра партнер переведет мне заработанные деньги за Uber. Заедем, заправимся опять до полного бака и посчитаем все растраты, которые были. Это тоже будет не очень верная информация, так как я тоже катаюсь по своим делам, на что тратится бензин. Но будем брать где-то как-то грубо. В этом видео мы на примере ответим на самый часто задаваемый, наверное, мне вопрос. Где же все-таки выгоднее работать? На Uber или на Glovo? Проведем такой эксперимент. Это тоже будет не очень репрезентативная выборка. Но мы 3 часа покатаемся на Glovo и потом 3 часа покатаемся на Uber. Посмотрим, сколько было заказов там и там, сколько получилось заработать денег там и там. Бензин я, наверное, уже таки не высчитаю, но приблизительно километраж, сколько нужно было проехать там и там, мы с вами посчитаем. На данный момент у нас 12-16. У меня забронированные часы на Glovo с 13. И поэтому с 13 до 16 мы будем ездить на Glovo. И с 16 до 19 будем ездить на Uber. Этого времени хватит для эксперимента. А дальше у меня есть еще немножко забронированных часов на Glovo. Я, скорее всего, уже отсижусь дома, что заказы вряд ли уже будут приходить. Ну, а если будут, то еще что-то тоже заработаю. Может, даже покатаюсь на Uber. Для хорошей картинки и чтобы мне было приятно, удобно, мы будем кататься, как обычно, без крыши. Потому что температура воздуха сегодня уже аж 19. Завтра будет еще жарче. Поэтому покатаемся с ветерком и с музычкой, как говорится. Ну, чтобы эксперимент был более точным, так как на Uber нет гарантированных часов на сегодняшний день, а на Glovo есть, то мы и с Uber, и с Glovo будем начинать с McDonald's. Возле McDonald's всегда есть заказы, постоянно что-то приходит. Потому что если отсиживаться где-то здесь в зоне, то на Glovo не будет заказов, но будет почасовка. А на Uber не будет заказов или меня выведет где-то с зоны Glovo, что тоже это мне очень хорошо. А пока еще нету 13.00. Давайте с вами съездим на почту. Мне опять что-то пришло с Алиэкспресс. Скорее всего, это всякие цацки для тюнинга автомобиля. Когда они все уже поприходят, мы с вами заедем на СТО и красиво все оформим машинку. Поклеим карбоном, сделаем свет в салоне, свет под педалями. Чуть попозже, может, закажу свет нищим. И много всяких там интересных штучек, которые я заказывал на Алиэкспресс. Ну, а пока поехали на почту. Все, приехали на почту. И, как ни странно, тут нету очереди. Что-то мне подсказывает, что почта закрыта. А работает сегодня у нас почта с 14.00. Это я зря приехал. Так, если мы катаемся до 19.00, я как раз где-то после эксперимента заеду, заберу посылку с почты. Так, а что ж тогда нам делать? Ехать на Макдональдс еще рановато. Поехали где-то кофейку возьмем. Вот это жесткая проблема в Польше, что я никак не могу разобраться, как здесь заказать нормальный кофе. Вот это, чтобы вы понимали, эспрессо. Дужей. Типа большой эспрессо. Кофе маленький, такой же стакан. Если просто эспрессо, они 30 грамм наливают. Вот как сделать наш нормальный американо, где эспрессо и чуть-чуть воды, чтобы было, ну, грамм 70-100. Вот тут такого я не вижу. Ладно, пьем кофе, у нас еще 15 минут, и подъедем к Макдональдсу. И вот этот момент мне пока что непонятен. Только в Польше его видел. По Европе, может, просто не замечал, а в Украине так точно нет. Просим не парковать машины багажником к дому. Почему нельзя задом парковать, только вот все машины передом запаркованы. И я такие таблички часто замечаю на разных домах. Если вы в курсе, в связи с чем это связано, напишите в комментариях. Хотя бы буду знать. Так, и у нас 13.00. И мы приехали в город Макдональдс. Ждем первый заказ. Чекин я нажал, и мы на линии. Так, и у нас 13.03. Ровно 3 минуты мы постояли. И появляется первый заказ. Начать. И он отсюда, у вас Макдональдса, что и требовалось доказать. Нажимаем в магазине, и заказ 0.02. Ждем. Так, здесь предположение, что мой. Так, здесь. Уже упаковал, а чек блин не сходил. Так, продукты получены. Так, едем мы на Гренвальдскую. Сколько тут, 8 минут показывает ехать. И то, это с разворотами всякими. Погнали! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова субтитров А.Егорова Давайте посмотрим, где оно тут. так сто шестьдесят ладно пошли искать по моему сильные меры предосторожности людей пугают еще больше чем когда без маски в очках маски в перчатках на меня клиент так посмотрел ну молча все забрал ну и если бы это был обычный день то я бы тут и стоял бы ждал следующий заказ но так как мы сейчас стараемся для видео побольше заработать поэтому вернемся обратно к макдональдсу и возьмем там еще один заказ чтобы за этот час сделать побольше и уже прошло 15 минут как стою заказов никаких нету а новые часы добавляются и хочется и колется можно забронировать на глава часы и стоять без заказа вообще поехать домой и сидеть сейчас дома а денежка будет копать но для видео надо снять все таки сравнение убера и главу поэтому я зарегистрировал два часа еще кроме вот этих трех которые были потом вспомнил что нам же надо таки сделать сравнение один час отменил один уже не могу но там уберу автоматическое распределение и таким покатаемся с вами и там и там но как видите сейчас заказов немного даже с тем учетом что я стою под макдональдсом хотя может это из-за того что он там куча курьеров это все машины тоже главовский уберовский ну и важно еще учитывать что сейчас понедельник сравнительно там обед утро поэтому это уже по обычной статистике в понедельник с утра заказов очень мало так пока заказов нету опять планы немножко рушатся типа отъеду от макдональдса если заказов нету тут то то какая разница где их нету заберу жену и покатаемся вместе чтобы она немножко поснимала все забрал жену поздоровайся всем привет и будем двигать обратно к макдональдсу уже ровно час прошел за этот час получается один заказ за заказ заплатили там что-то около восьми злотых 7 с копейками ну а насчитали 17 так как гарантированный час сейчас важно подъехать к макдональдсу взять один а то желательно даже два заказа не из-за того чтобы больше денег заработать а сейчас эти часы пик с диамантиком а за них поднимается рейтинг так как я любитель отсиживаться где-то дома и по зонам для того чтобы не приходили заказы у меня рейтинг падает а вот эти пиковые часы этот рейтинг подымают поэтому сейчас попытаемся поймать один а то и два заказа кстати вы потом не говорите то что надо учитывать затраты на топливо и отнимать их от заработка я столько катаюсь не по работе наверное больше чем по работе поэтому мы конечно высчитаем эту сумму но выборка будет немножко неправильная а а а и и а и а а а и а и короче стояли возле макдональдса заказов не было стало скучно решил поехать на почту открылась и забрать такие свою посылку пришла наклейка на машину так что скоро будем клеится и пока тут стояли то пришел заказ с бедронки человек заказал две бутылки вина три бутылки пива кучок бананов и молоко все так что сейчас его закинем а это считайте уже уже как раз третий час и пройдет за три часа будет два заказа наверное за три часа наверное будет всего два заказа пятьдесят один злотый с главу дальше поедем кататься на убери так то вот уже и 16 00 три часа мы прокатались на главу было всего у нас два заказа один с бедронки второй с макдональдса по заказам за один заплатили почти восемь за второй восемь с копейками но денег начислили пятьдесят один злотый так как это были гарантированные часы сейчас немножко отдохнем заедем куда то перекусить и через час поедем опять к макдональдсу и три часа откатаем на убере посмотрим сколько получится заработать на убере так ну вот у нас уже без десяти пять заказов так и не было простояли под макдональдсом конечно сегодня понедельник и заказов и должно быть немножко поменьше но итог в том что за три грубо говоря даже за четыре часа всего два заказа было один с макдональдса один с бедронки поэтому переключаемся на убер и посмотрим сколько будет заказов на убере кстати как обычно вот под макдональдсом очень много народу а сейчас вот там один уберовец сидит и вот пышно подъехала а так то народу немного так и убер драйвер погнали в путь все мы в сети ждем заказ на убере и тут же пришел сразу же заказ единственное что забирать его не с макдональдса а где-то 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 два километра отъехать приехали и пошли заберем заказ кстати тут уже рапировку можно сделать уберовскую забираем оглово вниз и и и и и и и сразу же заказ что новый клиенту три минуты все на убере первый заказ завезли вот в такой вот частный сектор и заказ занял сейчас 18 04 а начали мы там что-то без без пяти без семи короче за 10 минут один заказ 20 минут пришлось постоять еще вернулись обратно к макнональдсу и пришел еще один заказ ждем пока вынесут забрали второй заказ отмечаем что получено и поехали на доставку 4 минуты вот почти час прошел еще на самом деле не прошел только 40 минут прошло вот есть третий заказ получается за час три заказа опять макдональдс на главу 32 заказа за три часа вот и разница ну кто-то писал что и 100 злотых не может накатать что-то на убере так поехали опять на макдональдс пишет девять минут все закинули третий заказ и как раз и получается что за один час в убере три заказа успеваешь сделать отмечаем что доставлено ну и мы сейчас в зоне где 12 а тут любая зона уже 12 вернемся тогда обратно к макдональдсу чтобы заработать побольше побольше все закинули третий заказ и как раз и получается что за один час в убере три заказа успеваешь сделать отмечаем что доставлено ну и мы сейчас в зоне где 1 и 2 а тут любая зона уже 12 вернемся тогда обратно к макдональдсу чтобы заработать побольше побольше ну вот и докатали без 10 8 можно было бы за этих последних там 10 минут и даже 15 минут взять еще один заказ но уже на этом остановимся и получилось заработать на убере 78 8 грош 78 08 грубо говоря то что я и говорил на убере денег больше но и надо работать этот а этот день так и получился очень показательный то что на глава было всего лишь два заказа 51 злотый заработано потому что гарантией практически все время простоял а на убере было 8 поездок 8 заказов на 78 злотых за 3 часа 8 а вот еще вот еще один заказ 8 9 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 10 9 10 10 10 12 12 часа на главу, но будем надеяться, что так как и утром, то и вечером заказов толком не будет, если буду сидеть дома. Сейчас приготовим кушать. Будем дальше. Да? Да. Так, бензин. 3,96. Баллечка еще и балл. То есть нефть стала выше, но бензин у нас упала. Не получилось посидеть дома. Прошло 15 минут и пришел заказ на Глову. Причем заказ в Бедронку. Да, куда иду. Причем заказ в Бедронку. А купить 6 бутылок пива. Так что сейчас поедем, отвезем ребятам, пускай дезинфицируются. Как ни странно, даже очереди нет. Слушай, все еще по домам, по работам сидят, лучше. Бензинфектор. Пчаточки. Так, первым делом пишем в эту поддержку, чтобы разблокировали карту, а то они опять точку магазинов в херню поставили. Все, набрал пиво и едем к человечку. Отвезем еще и того, который он просил, пива не было. Пришлось перезвонить. Взял ему другое. Поехали. Прикиньте, сел в машину, смотрю, куда мне везти к клиенту. Зависло приложение, я его перезагружаю. А у меня выбит слот. У меня куча пива в багажнике, а куда везти его непонятно. Заказ снят и слот выбит. Написал в службу поддержки, сейчас подожду, что они ответят. Ну, в общем, все. 21.51. И последних 10 минут заказа уже не будет. И получается, по эксперименту вы посмотрели, сколько за 3 часа на Uber, сколько за 3 часа на Glovo. А всего за сегодняшний день 102 начислили уже на Glovo. И 78 на Uber. Ну и получается за 6 дней вот столько. Все, вам спокойной ночи. Я сажусь монтировать это все. У меня еще 6 бутылок пива, которые так и не доставились до клиента. Заказ сняли. Поэтому их можно посчитать как в чай. Или если их высчитают, не высчитают, не знаю. Завтра придут деньги уже с Uber. Завтра мы заправимся до конца. Высчитаем все затраты, которые были за эту неделю. И получится уже более точная сумма. Так что, пока. До завтра. Подписывайтесь на канал.